В сегодняшней недельной главе Тазрия Бог повелевает Маше соблюдать законы о роженице. Иуда измучит, что дети — это благословение Божье, в котором человечество нуждается больше всего. Каждый следующий ребёнок, родившийся в семье, несёт в семье новый поток благословений. Каждый новорождённый не снижает уровень материальной стабильности, финансового и духовного благополучия еврейского дома. А напротив, он спускает с небес дополнительное благословение и изобилие для семьи и всего народа. Любавический ребе говорит, что не нужно согласовывать с Богом свои планы о том, сколько детей. Он сможет окружить своей заботой. Тот, кто кормит и поддерживает весь мир, способен заботиться обо всех детях и их родителях. До Второй мировой войны в мире было 18 миллионов евреев. Холокост уничтожил треть еврейского народа. Однако в еврейской истории такое уже было раньше. Это произошло в VII веке до н.э. Ассирийское царство возвысилось и укрепилось, став самым сильным государством в мире. Ассирийские завоеватели проводили политику смены населения. Захватывая какую-нибудь страну, они уводили всех жителей в другое место, чтобы никто впоследствии не мог предъявить право собственности на эти земли. На 14-м году правления праведного и достойного царя Хизги-Ягу ассирийцы пришли огромной армией, чтобы завоевать иудею. Все это происходило в канун Песоха. Евреи даже в самых тяжелых условиях не отчаиваются. Поэтому жители Иерусалима готовились праздновать пасхальный седр. Медраж рассказывает, что в ту ночь, когда жители сидели за пасхальными столами в осажденном Иерусалиме, военачальник ассирийского царя Раф-Шакей взглянул на сирены и услышал слова похвалы Всевышнему. Еврейские мудрецы объясняют, что Раф-Шакей был евреем, продавшим свой народ, свою родину, он перешел на сторону ассирийского царя Санхирива. Посмотрел Раф-Шакей через стену и увидел празднующих пасхальный седр евреев. Это напомнило ему дом отца, атмосферу детства. Он вспомнил, что седр символизирует чудеса, сотворенные для народа Израиля на протяжении всех поколений. И более того, он вспомнил о силе веры и уверенности народа Израиля в Боге. Он вспомнил, что в ночь седра Бог по-особому хранит и оберегает всех евреев. Еврейская душа встрепенулась в нем, и он понял, что у народа Израиля есть то, чего нет у царя ассирийцев Санхирива и его армии – уверенность в Боге. Но Санхирив не верил в духовные силы и посмеялся над своим военачальником. И было в ту ночь. Вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру. И вот все они – мертвые тела. Иудейское царство выжило и просуществовало еще 125 лет после этого. Санхириву удалось уничтожить две трети евреев. Но в итоге победил еврейский народ. Сейчас, когда каждый еврей живет за себя и за трех праведных евреев, которые были убиты во время Второй мировой войны, необходимо способствовать тому, чтобы еврейский народ рос количественно и качественно. У каждого должно быть хотя бы на одного ребенка больше, чем планировалось. Иудейское царство выжило. Иудейское царство выжило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова